Рональд Четвиндхейс Ужас Бодмина «Ваши нервы натянуты, как струны», — сказал врач. «Не перегружайте их. Не хочу вас пугать, но стоит лишний раз переволноваться, и они могут лопнуть. Понимаете?» — он кивнул. «Поезжайте куда-нибудь в спокойное местечко и постарайтесь ни о чем не заботиться. Совершенно!» «Странно ни о чем. Вы женаты!» — снова кивок. «Объясните ситуацию жене и внушите ей, что вы нуждаетесь в покое». Он улыбнулся. Интересно, как Лидия отнесется к тому, что он может сойти с ума, если она не начнет обращаться с ним поласковее и не даст ему немного покою. «Я собираюсь в поездку по Корнуэлу на автомобиле». Врач нахмурился. «Не думаю, что это благоразумно. Вести машину продолжительное время... Корнуэлл — спокойное место», — возразил он. Машина сломалась после того, как они проехали через Лансистот. Лидия хотела остаться в этом поселке на ночь, но Джеймса такой вариант совсем не устраивал. «Хочу попасть в Лизард», — спокойно заметил он. «Ты забыла, что там для нас забронированы комнаты?» «Вовсе не забыла». Она недовольно наморщила лоб. «Просто я устала и думала, что ты согласишься на Лансистот». Автомобиль, выбрав прекрасное местечко, пару раз предупредительно чихнул и остановился. Джеймс поднял капот и с надеждой посмотрел на умолкнувший двигатель. «Ну что?» — раздраженно спросила Лидия. «Пожалуй, дела плохи». Джеймс потрогал то, что казалось ему свечой, обнаружил, что она горяча, и сунул палец в рот. «Сделай что-нибудь», — потребовала Лидия. «Милая девушка», — он подошел к открытому окну. «Водить машину я могу, но как она устроена, понятия не имею. У каждого своя жилка. Я художник, а не механик». «Понятно», — продолговатое лицо Лидии нахмурилось, а красивые голубые глаза похолодели от презрения. «И что же нам в таком случае делать?» Мне кажется, он сел в машину и закрыл дверцу. «У нас два варианта. Первый — можем пойти пешком. Если повезет, наткнемся на гостиницу, или, что гораздо лучше, на гараж. Второй — останемся здесь, в надежде на то, что рано или поздно появится какая-то машина и отбуксирует нас в Лизард. Я склоняюсь в пользу второго варианта. Как видишь, опускается неприятный туман, и мне не очень-то хочется брести в нем на ощупь. «Ты хочешь сказать?» — стройное тело Лидии напряглось, и он знал, если сейчас тронет ее, она отпрянет. «Что намерен сидеть и ничего не делать?» «Невозможно совершенно ничего не делать», — мягко поправил он. «Я буду тихонечко сидеть и наслаждаться твоим обществом». Полускрытая масса каштановых волос лицо Лидии превратилось в мрачную бледную маску. Джеймс знал, ей хочется, чтобы он спорил, нервничал и бросал язвительные упреки. Внезапно он почувствовал сильную усталость и молча наблюдал, как по болоту молочно-белым облаком ползет туман, скрывая вершины роутера и браун-билли. Потом потянулся к портсигару. «Ради бога, не кури!» — накинулась она сердито. «Здесь и так душно!» «Извини», — он отложил портсигар. «Боже, как здесь холодно! Ты не мог бы включить печку или что там еще?» Он поднял воротник пальто. «Двигатель не работает, поэтому тепла ожидать не приходится». «Величайшая глупость!» — ядовито бросила Лидия путешествовать по Корнуэлу в ноябре. «Должно быть, я спятила, когда позволила уговорить себя на это!» «Наверное, сыграла роль новая шуба, которую я купил тебе», — пробормотал он. «О, заткнись!» Он включил фары, и туман мгновенно превратился в массу оранжевого шелка, крутящуюся на цветном экране, и художник в нем возликовал. «Корнуэлл, страна-легенд!» — воскликнул он. «Неужели?» — удар под ребра. Но все же он повернул к ней улыбающееся лицо. «Корнуэлл, если верить историкам, когда-то был населен эльфами, призраками и великанами. Особенно великанами. Здоровенными парнями от двадцати до шестидесяти футов ростом. Детская чепуха!» — она уютно завернулась в меховую шубу. «Только тебя могут трогать подобные сказки. Иногда, Джеймс, мне кажется, в тебе больше ребенка, чем мужчины». Фигура возникала из тумана очень медленно. Вначале появился намек на какую-то тень, потом она приобрела форму, и, наконец, в край света, отбрасываемого фарами, прокралась старая женщина. Она была маленькой, чуть больше ребенка ростом, с округлыми плечами и странным морщинистым лицом, на котором будто полированные пуговицы блестели глаза. Голову покрывала грязная серая шаль, свободно подвязанная под подбородком. Крошечную фигурку скрывала долгополая до лодыжек черная накидка. Джеймс вздрогнул, чувствуя, как дыбом поднимаются волосы. Лидия вцепилась ему в руку, настроение у нее заметно улучшилось. «Старуха! Должно быть неподалеку дом! Горячий суп! Огонь!» Она потянулась к ручке дверцы, но помедлила, услышав его голос. «Погоди». «Чего ради?» Она уставилась на него через плечо. «Я сижу здесь и замерзаю, а у старой корги, наверное, тепло». «Мне не нравится ее вид», — проговорил он, присматриваясь к коричневому лицу и немигающим глазам старухе. «Мне все равно!» Лидия боролась с упрямой ручкой. «Будь она хоть бабушкой Дракулы! Ведь есть же у нее дом и очаг!» Старуха просунула сквозь складки одеяния маленькую, словно птичья лапка, руку и поманила. «Смотри, она хочет, чтобы мы пошли с ней!» Лидия все еще возилась с дверцей. «Чертова штука! Угораздила же тебя купить развалюху вместо приличной машины!» «Вижу, она действительно хочет, чтобы мы отправились с ней!» Джеймс следил за фигурой сквозь ветровое стекло. «Но почему она не подходит к машине, а стоит там и делает знаки?» «Может, она наполовину чокнутая?» Лидия уже открыла дверцу, и в машину вполз ледяной туман. «Ну и что? Огонь развести она сможет! Сготовить тоже!» Джеймс с неохотой открыл свою дверцу и вышел. Туман попал прямо в легкие. Он закашлялся и облокотился о дверцу. Когда он пришел в себя, Лидия уже обращалась к старухе. «Машина сломалась, и мы буквально замерзаем. Вы не могли бы устроить нас на ночь. Муж заплатит!» Маленькая укутанная фигурка подалась назад и, не произнеся ни слова, вновь сделала приглашающий жест. «Бедняга совсем глухая», — заметила Лидия, подошедшему к ней Джеймсу. «Лидия, не нравится мне все это. Пойдем-ка обратно в машину. Скоро туман рассеется, и кто-нибудь просто обязан здесь проехать». «Ей богу, Джеймс, меня тошнит от твоего поведения!» Она плотнее закуталась в шубу. «Если ты боишься этой старой женщины, иди и спрячься в машине!» И она зашагала гротесной фигурке, почти скрывшейся в тумане. Джеймсу ничего не оставалось, как пожать плечами и последовать за женой. Шагов через двадцать они сошли с дорожки и, спотыкаясь, зашагали по плотным травяным кочкам среди зарослей утесника. Настроение Лидии вновь испортилось. «Бога ради, не спешите так!» — крикнула она вслед еле различимой фигурки. «Это же гонки по пересеченной местности!» Старуха остановилась и терпеливо подождала, чтобы они нагнали ее. Снова поманила рукой и двинулась дальше. «Извини», — тихо сказала Лидия. «Ты был прав. Нам следовало остаться в машине». «Теперь слишком поздно», — мрачно ответил он. «Мы ни за что не найдем обратную дорогу. Можем лишь забрести в болото». Минут через двадцать начало темнеть, а туман стал плотнее. Внезапно Старуха остановилась, присела на корточке и порылась в складках накидки. Они услышали скребущий звук, и вскоре в руке у Старушки горел старинный фонарь со свечой. «Или я здорово ошибаюсь, или это каретная лампа», — удивленно присвистнув, заметил Джеймс. И, клянусь, она зажгла ее с помощью кремня. «Сколько еще идти?» — Лидия тяжело дышала, ее пробирала дрожь. «Послушайте», — позвал он. «Сколько еще идти? Моя жена очень устала!» Старуха не обратила на него внимания. Она торопливо шла вперед, и им зачастую приходилось бежать, чтобы нагнать мигающий фонарь. «Наверное, глухонемая», — проворчал Джеймс. «Не понимаю, как подобная развалина способна выдерживать такой шаг?» Все дело в корнельском воздухе. Лидия попыталась геройски улыбнуться. «Все же для меня это чересчур быстро!» «Пожалуйста, не идите так быстро!» — крикнул он, повышая голос. Фонарь продолжил прыгать вверх-вниз, и Джеймсу показалось, что он услышал слабый смех. Прошло еще около часа, и Лидия совсем обессилела, споткнулась и едва не упала. Муж поддержал ее и осторожно опустил наземь, затем проорал вслед исчезающему фонарю. «Жена потеряла сознание! Вернитесь!» Светлячок замер, и к его радости стал приближаться. Вскоре старуха склонилась над женщиной и осветила бледное лицо фонарем. Голос ее оказался хриплым, дребезжащим и похожим на шепот. Даже не верилось, что голосовые связки могут издавать такие звуки. Будто наждаком потерли о бархат. «Устать! Холодная! Нести!» Джеймс попытался поднять жену, но легкие соднило от жгучего тумана, да и все силы уже были потрачены на это путешествие, напоминавшее кошмар. Старуха издала похожий на смешок звук. «Слабый! Держи!» Она протянула ему фонарь, но мужское самолюбие Джеймса воспротивилась. «Нет, не стоит, я сам». «Держи!» Джеймс подчинился команде и поднял фонарь повыше, недоумевая, чем могла помочь эта кучка костей. Он был готов вмешаться, если для приведения Лидии в чувства потребуются слишком жесткие меры. Но озадаченность его перешла в изумление, сменившееся настоящим слепым страхом. Две птичьи лапы — руками их назвать невозможно — выскользнули из-под накидки и, туго стянув на Лидию шубу, ухватились за нее. Легкое движение, и женщина взлетела над закутанной головой старухи и опустилась на покатые плечи. Обхватив одной рукой обтянутые нейлоном колени, а другой — шею женщины, старуха припустила рысью. Испуганный Джеймс изо всех сил старался не отставать. Он чувствовал боль в затылке. Мысли мелькали в мозгу, подобно трассирующим пулям. Страх, любовь, ненависть смешались в непрерывный поток пламени, пронизывающий болью его сознание. Винить за этот кошмар следовало Лидию. Ее глупый эгоизм заставил их покинуть безопасное убежище в машине. И вот он идет следом за высохшим маленьким чудовищем, и белые бедра Лидии подрагивают при каждом его шаге. А он мечтал о покое. Когда туман начал редеть, и он увидел холм, сил почти не осталось. Показалась поросшая вереском креновидная расщелина, окруженная кустами утесника. Старуха замедлила шаг. Она протиснулась сквозь кустарник и очутилась возле голой скалы. Сделала какое-то движение ногой. Толкнула камень. Джеймс не успел заметить. И вдруг, к его удивлению, распахнулась дверь и приоткрылась освещенная пламенем свечи комната. Мелкостью меня старуха протрусила внутрь и подошла к узкой, накрытой одеялом постели, на которую и сбросила Лидию, словно озеленщик, мешок картошки. Потирая ладошки, она с плохо скрытым презрением наблюдала за Джеймсом. Тот едва осмелился шагнуть внутрь за порог. — Идти! Дверь закрыть! Он находился в пещере, пожалуй, естественной и, возможно, расширенной и обжитой кем-то давным-давно. Гранитные стены были гладкими со следами резца. Слева в стене вырублен очаг с дымоходом, на старинной железной решетке пылали дрова с торфом. Дыма в пещере не было, но чувствовался еле уловимый неприятный запах, похожий на звериный, как будто старуха держала здесь хищника, оставившего полусъеденную пищу в темном углу. Одновременно вкусно пахло из висевшего на крюке над огнем котелка. Джеймс невольно подумал, что все это похоже на встречу с чем-то призрачным, давно ушедшим. На полу лежала грубая подстилка. Посередине комнаты стоял потемневший от времени стол, а по обеим его сторонам, как и положено, трехногие табуреты. У очага древняя качалка. У стены напротив великолепный дубовый шкаф с целым набором оловянных чашек и расписных тарелок и гигантским серебряным блюдом для мяса. На шкафу и на широкой каменной плите, служившей каминной доской, стояли огромные сальные свечи, воткнутые в маленькие глиняные блюдца. Стены на торцовых концах пещеры были выложены из камня. В одной стене была обычная деревянная дверь, через нее они вошли сюда. Во всю высоту стены на противоположном конце была встроена огромная решетка, по-видимому, слушившая некогда подъемными воротами старинного замка. Да и каменные блоки могли быть частью той же постройки. Стену усеивали огромные, покрытые ржавчиной заклепки, а справа, как раз под железным кольцом, находился самый большой ключ из всех виденных когда-либо Джеймсом. Он подошел к постели и нежно похлопал Лидию по лицу. — Еда! — старуха заперла входную дверь, опустила ключ в складки накидки и принялась разглядывать содержимое котелка. — Скоро просыпаться! — Лидия шевельнулась и, открыв глаза, с минуту всматривалась в мужа, явно не понимая, что происходит. Затем слабо вскрикнула и села. — Все в порядке, дорогая, — мягко заметил Джеймс. — Мы в безопасности. Это коттедж старой леди. — Джеймс, мне холодно. — Сейчас согреешься. Он снял пальто и укрыл ее. Старуха что-то готовит. Лидия огляделась и вздрогнула, увидев странную обстановку. — Что это? — Жилище, сделанное в пещере. Если вдуматься, весьма разумно. Крыши нет, протекать нечему, да и сквозняк исключен. Несомненно, так жили наши далекие предки. — Здесь страшно. И вдобавок этот запах! — она наморшила нос. — Долго мы здесь пробудем? — Только до утра. Потом вернемся на дорогу и поймаем какую-нибудь машину. Когда поешь, постарайся уснуть. — А ты не заснешь, хорошо? — она, как ребенок, думала только о себе. И следи за старухой, чтобы она чего-нибудь не сделала, ладно? — Послежу. Она закрыла глаза, и он переключился на старуху, помешивающую варево в котелке деревянной ложкой. — Давно жить здесь? — спросил Джеймс, невольно подражая речи хозяйке. Так явнула и сделала глоток с ложки на пробу. — Давно. — Как давно? — варево с ложки стекло в котелок. — Лед уходить! Я приходить! — Джеймс нахмурился. — Вы имеете в виду, что родились в конце исключительно холодной зимы? Она очертила ложкой полукруг. — Кругом лед! Корнуэл! Нет лед! Я приходить! — Вы хотите сказать, что родились в ледниковый период? — осведомился Джеймс, помолчав пару минут. Она не ответила, а его окликнула Лидия. — Джеймс, долго она еще будет возиться? Я умираю с голоду! — Недолго. Он подошел и сел на краешек постели. — Знаешь, она говорит, что родилась в ледниковый период. — Неужели? — Лидия зевнула. — Это когда было? — Не знаю, по меньшей мере сотню миллионов лет назад. Может, и раньше. — Как глупо! Я говорила, что она чокнутая. — Конечно, но она необычная старуха. Несла тебя с легкостью, хотя должно быть очень старая. Можно представить, что ее предки жили здесь миллионы лет, и память их передавалась из поколения в поколение. В таком случае она является хранительницей этой памяти. Ведь Корнелл и в самом деле оставался единственной частью британских островов, не покрытой льдами. И здесь действительно обитали древние люди. — Слишком заумно для меня! — снова зевнула Лидия. — А я ничего не пожалел бы, чтобы узнать истину. Джеймс уставился на старуху. Готов держать пари, что она не совсем человек. Наверное, не так давно здесь жили существа, подобные ей. Быть может, в пещерах, глубоко под землей. Возможно, вот эта дверь ведет в систему катакомб. Опять размечтался. На лбу жены появилась морщинка. Не будь ребенком, она всего лишь старая колдунья, живущая тут в одиночестве. Здесь это не редкость, совершенно чокнутая и к тому же вонючка. Объект их размышлений ковылял по пещере. Старуха принесла тарелку, от которой шел ароматный порог, и протянула ее Лидией. Та с жадностью схватила серебряную ложку, торчащую в ареве, и сделала глоток на пробу. — Неплохо. Пожалуй, многовато пряностей, но вполне приемлемо. Старуха обратилась к Джеймсу. — Еда! — он уселся на один из трехногих табуретов и поднял ложку, стараясь не обращать внимания на старуху, которая, забыв про ложку, пила похлебку прямо через край и отправляла куски мяса в рот пальцами. — Ваша посуда? — громко спросил Джеймс. — Очень старая. — Ах! — старуха утерлась шалью вместо салфетки. — Дом! Война! — Хотите сказать, что какой-то дом бомбили в войну, и... — он смолк. Невежливо было предполагать, что она добыла посуду мародерством. Но старуха покачала головой. — Длинные волосы! Короткие волосы! Война! — Великий боже! — Джеймс обратился к жене. Она говорит о гражданской войне. Круглоголовые против кавалеристов! — Чепуха! — Лидия яростно выскребла тарелку. — Мне очень понравилось. Будет ли второе? — Не думаю. — он дружелюбно кивнул старухе. — Очень вкусно! Мы благодарим! Та поднялась, просеменила к шкафу и вернулась с каменной бутылью и двумя оловянными чашками, в каждую из которых плеснула добрую порцию янтарной жидкости. — Пить хорошо, спать! — Не слишком болтливо, да? — заметила Лидия. — Тихо она может услышать. — Она глухая, дорогой! — Лидия, завернувшись в шубу, сидела на постели и воплощала собой прекрасное настроение. — И вообще она того! Я тарзан, ты Джейн! Казалось, старуха не расслышала или не поняла сказанного, так как спокойно поднесла наполненную чашку Лидии и приказала. — Пить! — Джеймс отпил из своей. На вкус содержимое напоминало старое персиковое бренди. Прекрасный мягкий напиток, скользящий в глотку и восхитительно взрывающийся в желудке. — Осторожнее! — предупредил он. — Напиток легается, как мол. — Что с того? — жена опустошила чашку. — Мы же никуда не собираемся. — Верно! — Джеймс чувствовал, что его покидает присущая ему осторожность. — Очень хорошая штука! — он обратился к старухе, словно к полоумному иностранцу. — Очень хороший! Старый, да? — он похлопал по чашке. — Это очень старое! Долго хранить! — Дедушка! Продедушка хранить! — кивнула старуха. — Ну, если говорить о вашем дедушке! Он выпил до капли и не возразил, когда старуха вновь наполнила чашку. Если предки пили эту штуку в ледниковый период, то наверняка она помогала им бороться с холодом. Он вдруг потерял нить рассуждений. — Ваш дед! Или чей там еще? Они варили это из персиков, да? — Нет! — ответила старуха. — Нет! — Джеймс сознавал, что голова его покачивается из стороны в сторону, но ничего не мог поделать. — Как же они это делали? Из чего? — Кровь! — сказала старуха. — Кровь! — повторил Джеймс, перед тем, как потерять сознание и улететь в черную пустоту. Первым пробудилось зрение. Огонь стал ярче, в очаге пылала новая полена, и синий дымок тянулся в дыру дымохода. Затем вернулся слух. Полена потрескивала, плюясь смолой, а старуха, монотонно напевая, раздевала Лидию. Джеймс, полуоткинувшийся, лежал в кресле-качалке, вытянув ноги. Он без малейшей тревоги или интереса подметил, что руки и ноги его бессильны. Он не мог двигаться, говорить и даже мигнуть. У Лидии прекрасное тело, это факт. Старуха вскинула обнаженную женщину на плечо и перенесла на пустой стол, и художник в нем восхитился ясными контурами спины и массой роскошных, свисающих к полу волос. Если бы еще старая карга не мельтешила. Но она продолжала суетиться. Положив Лидию на стол, подбежала к шкафу и вернулась с мотком прочной бечевки. Ее напев резко сменил тональность, а крошечные ножки начали приплясывать, будто отсчитывая такт. Она согнула женщине ноги, прикрутила икры к бедрам, а затем привязала к ним и согнутые в локтях руки. Словно цыпленок, мелькнула смешная мысль. Можно и впечь. Старуха, казалось, была весьма удовлетворена своей работой. Она усмехнулась и, подбоченясь, исполнила маленький танец радости. «Хорошо! Хорошо!» «А как насчет начинки?» Джеймсу хотелось подсказать, что Лидия еще не готова на жаркое, и его крайне раздражало, что собственное тело отказывалось передать эту информацию. Старуха, по-прежнему в экстазе, подбежала к большой двери, которую Джеймс принял за решетку, и повернула огромный ключ. Ржавая дверь со скрежетом отворилась, от холодного ветра заколебалось пламя свечей и зашевелились волосы Лидии, словно ожившая медуза горгона. Из-за двери донесся шум бегущей воды и резкий звук, похожий на хрипение мехов с подтекающими клапанами. «Дэнмор! Дэнмор!» — позвала старуха. Царапающий звук, затем могучий кашель, хриплый мерзкий плевок, шорохи и низкое мычание. «Еда!» — сказала старуха. Скрежет или дыхание усилился, участился, размеренная хрясь-хрясь, будто тяжеленные шаги, и снова стонущий кашель и прочищающий горло плевок. «Еда!» — повторила старуха, отступая в комнату. И Джеймс увидел это. Оно заполнило дверной проем. Мозг его затопила страшная паника. Это был человек футов двадцати ростом, футов семи в плечах, с огромной дынеобразной головой и парой глаз-блюдец с черными громадными зрачками. Не считая участков кожи вокруг глаз, его сплошь покрывали густые серые волосы. Кустики, торчащие из носа и ушей, были рыжеватыми и жесткими, как свиная щетина. А главное — великан был старым и больным. Из широких ноздрей сочилась желтоватая с примесью крови жидкость, а волосатая кожа висела на могучей фигуре с кладками. Старуха указала на связанную Лидию, которая только начала приходить в себя и слабо стонала. «Еда! Хорошо!» — голову сжимали тиски немыслимого страха и боли. А внутренний голос требовал спасти Лидию. Спасти! Всему вину ее безмерный эгоизм. Они уже были бы в Лизарде. Это существо, оно совершенно своим чудовищным безобразием. Пальцы художника тянулись к карандашу, кисти, но сначала спасти Лидию. А затем, ноги и руки его зашевелились, мозг словно увеличился и превратился в кипящую массу жгучей ненависти, но он не мог бы сказать, против кого она направлена. Потом что-то лопнуло, и боль прошла. Он поднялся, сильный и бесстрашный. Великан наклонился и протянул волосатую, лишенную большого пальца руку. Палец зацепил бечевку и потянул. Бечевка лопнула, и Лидия издала леденящий вопль. Странно обновленный Джеймс нагнулся. О, как спокойно работал его разум и оторвал кусок полузгнившей, заляпанной жиром подстилки. Бросил ее концом в огонь. Ткань мгновенно вспыхнула оранжевым пламенем. Размахивая горящей подстилкой, Джеймс пошел на великана. Тот подался назад, скорее удивленный, чем испуганный. Старуха тихонько повизгивала от страха. «Нет, нет, он последний! Больше нет! Все мертвые! Денмар последний!» Она бросилась на Джеймса, но тот схватил ее за шали и швырнул на пол. Он успел заметить лысую во впадинках голову. Потом ловким броском обернул горящую подстилку вокруг ноги, похожей на ствол дерева. Густая шерсть вспыхнула, и огненные светлячки каскадом ринулись вверх. Повалил гнусный дым. Чудовище заревело, закрутилось на месте и бешено запрыгало по пещере, тщетно пытаясь погасить пламя ударами ладоней. Это лишь ухудшило положение. Занялись волосы на руках, и пламя с поразительным проворством прыгнуло вверх, на бороду. Маленькая лысая фигурка носилась вокруг горящего колосса, бессильно хлопая по нему одеялом, приплясывая и повизгивая, будто приблудная собачонка. Борода занялась оранжевым пламенем. На мгновение длинные волосы на голове монстра образовали великолепный яркий факел. И вот остались лишь дым, почерневшая кожа и тонны терзаемого болью и яростью мяса. Старуха завыла по собачьи и опустилась на пол. Джеймс, не мигая, уставился на ее череп, округлый и местами вмятый. Похоже, кость частично разложилась в этих впадинках, и в них, будто изголодавшиеся по солнечному свету растения, поднимались кустики белого пуха. Эти крошечные волоски чуть колебались вверх-вниз, словно ласкаемые слабым ветерком. Джеймс спокойно подошел к столу. Пошарив в карманах, он извлек перочинный нож и разрезал бечевку, стягивающую жену. Она всхлипывала, ее трясло. Сняв ее со стола, он кивнул в сторону постели и коротко приказал. «Оденься!» «Джеймс, я не могу идти!» «Не глупи, одевайся!» Дэн Марвелл и стонал страшным голосом. К нему иногда присоединялась, приподняв голову, лежащая на полу старуха. Может быть, она коснулась обожженной ноги великана или его ярость искала выхода. Но громадная ступня вдруг поднялась и с хрустом опустилась. Старуха превратилась в кучку костей и бесформенной плоти. «Джеймс, бога ради, уведи меня отсюда!» — в ужасе умоляла Лидия. «Заткнись, глупая корова!» — холодно произнес Джеймс. Он улыбнулся, и лицо его перекосило странная гримаса. Дэн Марвелл с каким-то комичным сочувствием посмотрел вниз на то, что осталось от старухи. Потом потрогал сплющенное тело огромным уродливым пальцем ноги. Голова старухи, похожая на темный бильярдный шар, откатилась почти в угол. Джеймс поднял ее. В маленьких падинках все еще нежно подрагивали белые волоски. Глубоко вздохнув, он небрежно отбросил ее. Великан закашлялся и захрипел. Из его рта и носа пошла кровь, потоком стекая по черной груди и образуя под ногами лужу. Падал он медленно, словно веками выдерживавший буря дуб, сваленный топором пигмея. Он скользнул по стене. Ноги его разъехались, и он сел изумленно, раскрыв стекленеющие огромные глаза. Кровь перестала течь, он замер. — Он умер? — с нервным смешком спросила Лидия. — Умер, — кивнул Джеймс. Медленно подойдя к постели, он поднял пальто и извлек из кармана альбом для набросков. Вернулся к столу и, подняв трехногий табурет, поставил его между раздвинутых ног Денмара. Уселся, открыл альбом и, приглядевшись, взял карандаш и принялся рисовать. Жена дотронулась до его плеча, но он нетерпеливо отбросил ее руку. Она подбежала к входной двери и потянула за ручку. Крепкая дубовая дверь была заперта, а ключ, должно быть, остался в накидке старухи. Лидия снова метнулась к мужу. Он сосредоточенно работал, ее маленькие кулаки забарабанили по его неподатливым плечам. — Джеймс, нам нужно выбраться отсюда, ну, пожалуйста, выслушай меня! Он поднял голову. Лицо его казалось бледным и безразличным, а глаза были холодны, как снег на равнине. — Разве ты не понимаешь, женщина? Этот, — он указал карандашом на гигантский труп, — был последним, самым последним из рода корнуэльских великанов. Так сказала старуха. Если бы я не вмешался, его могла бы спасти именно ты. Мягкое, белое и теплое мясо. Закусив сжатые в кулак пальцы, Лидия отпрянула. Тихо посмеиваясь, она медленно подошла к кучке костей, обернутых из мяты, набухшей от крови накидкой. Дрожащими пальцами, вначале торопливо, потом более тщательно, принялась отыскивать ключ. Охватившая ее паника переходила в безумие. Словно в лихорадке, она перебирала ткань и вдруг с громким победным криком извлекла кусок грубого металла — большой ржавый ключ с отломанной бородкой. Лидия долго и пристально смотрела на бесполезное железо. Потом пошла к постели и с тихим стоном села. Постепенно пламя в очаге погасло, и в пещеру вполз леденящий холод. Лидия окончательно осознала весь уже своего положения. Замурована наедине с безумцем. Джеймс продолжал работать, ни на что не обращая внимания. Карандаш быстро бегал по бумаге. В самом деле, не так уж много у него времени. Скоро догорят свечи, и наступит тьма. Вечная тьма. Рональд Четвинд Хейс. Ужас Бодмина. Рассказ читал Олег Булдаков.